Седьмой класс, четырнадцатая серия. Делимость. Формула числа, которая делится на 4. 4 умножить на n. n натуральная или 0. Если делится на 4, говорят, делится без остатка, или остаток равен 0. Какие еще возможны остатки при делении на 4? Может быть, остаток 1, 2 или 3. Наибольший из возможных остатков – 3. Остаток всегда меньше делителя. А это формула числа, которая делится на 5. При делении на 5, 5 возможных остатков – 0, 1, 2, 3, 4. Наибольший из возможных остатков – 4. А вот это формула числа, которая делится на k. Какие возможны остатки? 0, 1, 2 и так далее. Наибольший из возможных остатков – k минус 1. Остаток всегда меньше делителя. Повторим свойства делимости. Делимость суммы. Если каждое слагаемое делится на некоторое число, то и сумма делится. Если каждое слагаемое делится на 4, 4 можно вынести за скобки. Получаем формулу числа, которая делится на 4. Второе свойство. Если одно из слагаемых не делится на некоторое число, а остальные делятся, то сумма не делится. Первое слагаемое делится на 4. Второе при делении на 4 дает остаток 1. У суммы при делении на 4 будет остаток 1. Делимость произведения. Если один из множителей делится на некоторое число, то и произведение делится на это число. Признаки делимости. Признак делимости на 2. Как определить, не выполняя деление, делится ли число на 2? Если последняя цифра числа четная, 0, 2, 4, 6 или 8, число делится на 2. Признак делимости на 5. Число делится на 5, если оканчивается на 0 или на 5. Признак делимости на 10. Число делится на 10, если оканчивается 0. Признак делимости на 9. Как определить, делится или не делится? Надо найти сумму цифр числа. Если сумма цифр числа, число делящееся на 9, значит и все вот это шестизначное число делится на 9. Надо сложить 1 плюс 5, плюс 4, плюс 3, плюс 6, плюс 8. Получится 27. 27 делится на 9. Значит и вот это шестизначное число делится на 9. Можно находить сумму цифр, можно отбрасывать девятки. 1 плюс 8, 9, отбрасываем. 5 плюс 4, 9. 3 плюс 6, 9. Так, все, ничего не осталось. Значит, это число делится на 9. Признак делимости на 3. Число делится на 3, если сумма цифр числа делится на 3. Сумма цифр данного числа 15. 15 делится на 3, значит и это пятизначное число тоже делится на 3. Можно находить сумму цифр, можно отбрасывать тройки. 1 плюс 2, 3, отбрасываем. Тройку отбрасываем. 4 плюс 5, 9. 9 делится на 3. Все, все отбросили. Число делится на 3. Признак делимости на 4. Число делится на 4, если две последние цифры числа образуют двузначное число, делящееся на 4. 24 делится на 4, значит и вот это шестизначное число тоже делится на 4. Признак делимости на 8 надо рассмотреть три последние цифры числа. Если они образуют трехзначное число, делящееся на 8, значит и все число тоже делится на 8. Затача первая. Верно ли утверждение, что произведение любых пяти последовательных натуральных чисел делится на 120? Допустим, меньшее из этих чисел n, то, которое идет следом на 1 больше, потом на 2 больше, на 3 больше и на 4 больше. Если числа последовательные, среди них будет число, делящееся на 2, на 3, на 4 и на 5. Произведение этих чисел – 120. Значит, произведение любых пяти последовательных натуральных чисел делится на 120. Затача вторая. Известно, что число а плюс 1 делится на 3. Делится ли на 3 7а плюс 5? Давайте представим 7а плюс 5 в виде суммы, где первое слагаемое 4 умножить на а плюс 1. Если а плюс 1 делится на 3, значит и вот это произведение тоже делится на 3. Второе слагаемое – 3 умножить на а. Если один из множителей делится на 3, значит и произведение делится на 3. Плюс 1. А 1 на 3 не делится. Значит, при делении на 3 будет остаток равный 1. Вопрос – делится ли на 3? Ответ – нет, не делится. При делении на 3 будет остаток равный 1. Задача третья. Известно, что число делится на 3, на 5 и на 7. На какие еще числа делится это число? Вот формула числа, делящегося на 3. А это формула числа, делящегося на 5. А это делящегося на 7. Если число делится на 3, на 5 и на 7, оно будет делиться на 15. 3, 5 и 7 – это числа взаимно простые. На 21, на 35 и на их произведение. 3 на 5, на 7 – это 105. Итак, будет делиться на 15, 21, 35 и 105. Задача четвертая. Найдите наименьшее число, кроме числа 2, которое при делении на 2, 3, 4, 5 дает в остатке 2. Надо найти наименьшее общее кратное вот этих чисел. Наименьшее общее кратное – это произведение 3 на 4 на 5. Это взаимно простые числа. И к наименьшему общему кратному прибавить 2. Вот и получится число, наименьшее из возможных чисел, кроме двойки, которое при делении на 2, 3, 4 и 5 дает в остатке 2. Ответ 62. Рассмотрим неравенство с параметром. Решить неравенство с параметром – значит, для любого допустимого значения параметра найти множество всех решений данного неравенства. Первое неравенство. Ах меньше 2. Если а, множитель, стоящий перед х, принимает значение 0, Что тогда получится? Слева от знака равенства будет 0, а справа 2 – 0 меньше 2. Причем неравенство будет верно для любого значения х. Итак, если а равно 0, х – любое число. Если а положительно, то есть если а больше 0, можно разделить обе части неравенства на положительное число, знак неравенства сохраняется. х меньше, чем 2 делить на а. А вот если а отрицательно, делим обе части неравенства на отрицательное число, знак неравенства меняется на противоположный. Получаем х больше, чем 2 делить на а. И второе неравенство. a умножить на х больше, чем 3. Если а равно 0, слева будет 0, а справа 3. Получится, что 0 больше, чем 3. Неверно. Решения нет. Если а число положительное, делим обе части на положительное число, знак неравенства сохраняется. х больше, чем 3 делить на а. А если а отрицательно, если а меньше 0, то знак неравенства меняется на противоположный. х меньше, чем 3 делить на а. Вот таков ответ. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...